КОЙЧНЫЙ ФОНТ Прививку сделали уже более 400 тысяч ставропольцев, из которых более 290 тысяч получили оба компонента вакцины. Также в общественных местах ужесточат контроль за соблюдением профилактических мер. В Ставрополе создают сквер возле школы зимних видов спорта. Как сообщили в администрации краевой столицы, на территории объекта прокладывают тротуарные дорожки, устанавливают лавочки, урны и уличные фонари. Кроме того, там обустраивают подъездную дорогу и большую парковку. Благоустройство ведется по решению губернатора Владимира Владимирова. Работы планируют завершить летом. В Новопаловске продолжается строительство современной зоны отдыха в пойме реки Куры. Как сообщили в администрации Кировского округа, специалисты приступили к созданию скейт-парка. Также на территории объекта возведут детские воркаут-площадки. Кроме того, там проложат велодорожки, установят лавочки, урны и светодиодные комплексы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кисловодск ремонтирует школу на улице Богдана Хмельницкого. Как сообщили в Краевом Минстрое, сейчас на объекте ведутся сантехнические и электромонтажные работы. Специалисты штукатурят стены, занимаются внутренней отделкой, расчисткой фасадов и устройством кровли. Реконструкция объекта ведется в рамках нацпроекта образования. Завершить ремонт планируют уже в этом году. В этом году в Нефтекумском округе отремонтируют более 5 километров региональной дороги от Чикулак-Махмуд-Миктеп-Тукуй-Миктеп. Как сообщили в прислужбе Краевого Миндора, на участке одновят покрытие, отремонтируют съезды и примыкания. Укрепят обочину, установят новые знаки и нанесут свежую разметку. Работы пройдут в рамках региональной госпрограммы развития транспортной системы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова